друзья привет с вами любомир борода сегодня поговорим с вами о том как плести такое вот плетение императорский узел используется для вот различных таких вот небольших брелочков либо для темлячков структура плетения у нас вот такая она тянется поэтому как бы ну я в браслетах не использую но кто-то может наверно плести браслеты также эти брелочки можно дополнять например бриллиантовыми узлами как в начале плетения так и где-нибудь там в конце его можно поставить некоторые еще распускают полностью паракорд соплеткой для того чтобы была какая-то кисточка вот собственно как вы будете его декорировать это уже ваше дело я же вам просто хочу показать как плести вот собственно вот эту часть потому что вопросы были и уже не один вопрос было их было несколько поэтому я подумал что почему бы не поделиться с вами тем что знаю я так давайте все вот это вот декорации мы уберем возьмем отрез паракорда я взял мэрун от компании это вот примерно метр отрез метода у меня отклонялся кусочек взял давайте сделаем петельку для начала делаю петельку я вот таким образом просто беру прижимаю пальчиками один хвост провожу сверху загоняю вниз чтобы получилась такая вот петля забираю второй конец прохожу снизу наоборот и завожу в эту петлю потихонечку стягиваю получается у нас вот такой узел на этот узелок вы можете сейчас поставить на паузу посмотреть как это все делается и повторить затягиваем затягиваем узел получается у нас вот такая красота дальше делаем ту же самую манипуляцию оп берем второй конец закидываем также сверху и опять же у нас получается такой узел в этом случае мы узел не затягиваем до конца по крайней мере пока берем этот хвостик и и закидываем его сюда в расслабленную не затянутую петлю так вот смотрите оп а берем теперь вот этот хвостик теперь берем вот этот хвостик и закидываем его в эту петлю нашу образовавшуюся и потихонечку тоже подтягиваем далее аккуратненько просто пальчиками все это подтягиваем и получаем такую вот штучку понятно да давайте еще раз опять берем хвостик делаем вот такой вот движение петелечку берем второй конец и и заводим его в петлю аккуратненько подтягиваем далее берем этот наш кончик и закидываем его уже в эту образовавшуюся петельку а соответственно этот кончик в эту образовавшуюся петельку и потихонечку делаем стяжечку тут вы уже сами смотрите как вам подтянуть можно сильнее стянуть можно слабее стянуть главное чтобы оно у вас офигенно красиво и аккуратно все выглядело едем дальше опять повторяем это же самое движение ой движение повторили чуть-чуть подтянули взяли конец завели в петелечку так же этот конец завели в эту петелечку в эту петелечку в следующем году аккуратненько подтянули получили вот такую штукенцию что давайте еще парочку да наверно проведем чтобы уже уже закрепить наш материал так сказать вы можете ставить на паузу она в принципе будет понятно стараюсь показывать так что вот было видно же как она делается поставили на паузу посмотрели попробовали она все получится то все очень так нетрудно есть нюанс еще на c3 я закидываю в петлю вот вот паракорд у меня спереди а в петлю и кидаю назад вот если вы сделаете вот так паракорд запустите назад а петлю проведете вперед то есть хвостик то у вас уже не получится такого красивого узла он у вас сместится вперед также в этом случае случае с этой стороны наоборот вы заводите его наоборот ближе сюда ближе вперед но он вам сам будет давать сам паракорд так укладывается то что здесь дырочка спереди получается петли от с этой стороны дырочка сзади получать петли вот так вот заводить и надо то есть этот идет вперед перекручивать этот идет назад перекручивать тогда у нас получается такой узор если мы собьем это правило как бы нарушен да то эти штучки у нас начнут крутиться хорошо говорить о таких нюансах на четвертом стежке да потому что есть выскочки которые два стежка посмотрели все знают и погнали плести до конца не досмотрели а такие вот моменты стимулирует смотреть видео полностью давайте пятый стежок мы сейчас уже доделаем такими штуками прикольно что-нибудь украшать ну или там на ключики повесить вроде да брелочек такой он простой в то же время он прикольно смотрится можно вешать ну реально как темлячки на какие-то расчесочки там может ножички вот можно просто подвешивать там на рюкзачок к примеру там болтается такая штучка вроде как и внимание привлекает да офигенно же вот ну собственно плетете сколько вам надо а потом в конце что нибудь делаете какой нибудь узелочек ну давайте наверное паракорды позволяет давайте сделаем здесь бриллиантовый узел в конце посмотрим что из этого получится как плести бриллиантовый узел я даю вам ссылку сразу чтобы 20 раз не объяснять но здесь тоже в принципе можно паузы поставить посмотреть оно получится но у меня на этот счет есть отдельный ролик поэтому я не буду заострять сильно внимание просто если интересно можете перейти туда и посмотреть как это делается аккуратно подтягиваем вот так же тут в конце что нибудь выравниваем а то у меня даже так тоже прикольно да получилось так немножко вроде перекрутился в то же время придал какого-то своего шарма собственно вот и все вот мы сделали узел тут хвостики обрезали не обрезали можете какие-то концевички сюда подсадить там приплавить чтобы они у вас висели болтались сюда в принципе да тоже вот в этом место можете там узелок дальше пустить повесить какую-то темлячную бусину вариантов много я же вам показал просто как это дело плетется вот такие дела друзья спасибо вам большое за внимание с вами был любомир борода подписывайтесь на канал жмите на колокольчик чтобы не пропустить мои видео ролики также советую вам посмотреть мои видеоблоги там много всего интересного там путешествия там встречи с хендмейд мастерами вот просто моя жизнь ну собственно можно долго рассказывать лучше посмотреть еще раз спасибо за внимание всем всего самого наилучшего до новых встреч в эфире субтитры сделал DimaTorzok